Музыка военных лет, доносящаяся изо всех уголков парка имени Зернова, встречала каждого, кто пришел на празднование Дня Победы. Погрузиться в атмосферу времени посетителям парка помог военно-исторический клуб 1945. Взрослые и дети с интересом рассматривали военную технику. Юные саровчане могли посидеть за рулем ретро-автомобилей и сфотографироваться на память. Выставка небольшая, здесь всего порядка три мотоцикла и несколько автомобилей, включая бронеавтомобиль, который тоже уехал уже на базу. Три очень тяжелых грузовых автомобиля и Велес и ГАЗ-67. Ну, такие военные машины, в общем-то, которые очень трепетно и нежно восстановлены на базе клуба 1945. После выставки на набережной реки Сатис в рамках медиапроекта «Экран живой памяти поколений» показали документальные и художественные фильмы о войне. Здесь же прошла онлайн-акция «Бессмертный полк». На большом экране саровчане могли увидеть фотографии родственников, участников Великой Отечественной войны. Мой прадед воевал, и для меня это очень важно, важно для моей семьи. И я очень рада, что этот праздник продолжает праздновать уже столько лет, уже 76 лет. И что люди продолжают проходить на парады, помнить всех своих предков, помнить их великие подвиги. И считают, что такая традиция не должна никогда прекращаться, потому что это правда важно для всех. Участники клуба «Струна» уже не первый год по собственной инициативе организуют в парке концерт военных песен. Они исполняют их вживую под аккомпанемент гитары. У нас такая традиция. На 9 мая всегда приходим в парк, поем песни военные. И это нам поднимает настроение, поднимает настроение всем жителям. У нас есть история, которая выражается как-то в рассказах, в учебниках, в каких-то произведениях. Мы историю воспринимаем через песни. Мы приобщаемся к нашей истории через песни. Это и ребятам поднимает дух тоже, и напоминает через песни о том, что произошло. Формат выступления позволял гостям парка не только слушать, но и подпевать артистам, выбирать следующую композицию. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». Также посетители парка смогли отдохнуть на каруселях и прокатиться на лодках. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.